hello my friend всем привет с вами клубик рубик и сегодня мы рассмотрим небольшой коллекционерный такой наборчик который предоставляет нам mail.ru за сколько у нас 2 получается за тысяча сейчас увидим 1999 кристаллов это до обновления глобального обновления арки 4.0 и после обновления которое он будет стоить 2499 кристаллов ну короче 2000 сейчас по скидке и две с половиной будет стоить после и что в него входит него входит костюмчик у него сходит вот такая как вы уже видите статуя подробно не сейчас все расскажу и дополню даже помимо того текста который тут написан пугало тут костюмчик характеристики питомец боевой и клайдер и теперь в подробности все это разберем так начнем с костюмчика костюмчик называется призыватель демонов на вид он конечно в таком стиле ну демон весь такие раха кости все понятно но есть один нюанс они не очень такие не очень костюмчики потому что если на женского персонажа более более менее но на мужской как обычно просто хрень особенно с этим капюшону которую видите это просто я не знаю что но это ладно сугубо сугубо мои мнение только о костюме а так если только снять шлем можно будет что-то с ним сделать если даже покрасить можно будет то уже уже что-то новенькое также нам предоставляют вариантики на другие раз и на котов это просто это полнейшая чушь пишите свои отзывы в комментариях насчет этих костюмов если вам нравится не нравится пишите свои комментарии мои комментарии просто такая хрень вот варбором возьмем он огромный план особо зацикливаться не будем он огромный и костюм огромный просто это бредово смотрится гному это просто отдельная тема что вы понимали просто как можно было на него надеть это вот этот вот это вот как как это можно было как я не понимаю женские персы более-менее вот более более-менее вот ничего так вот рга убрать эти турацкие все и более 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 менее более но мужские лучше честно говоря спойлер не открывать самые нормальные это люди в этом костюме без обид остальным расам но в этом костюме они все убого смотрятся ну ладно поехали дальше костюмчик понятно на внешний вид окей может быть и внешка никто не будет менять но другой плюс точнее если вид это минус то имеется значительный плюс это и характеристики выберете костюм и выбираете то есть при открытии костюм становится персональным но костюм можно передать до его открытия и если вы открываете костюм становится персональным и вы выбираете один из типов характеристик которые вам нужны скажем так сейчас попробую вместить сюда все 5 все 5 вот они то есть для лучника для класса ближнего боя то есть для милика для танка для сила и для мага ну в принципе разбирать все я не буду вы их видите сами можете даже на официальном сайте посмотреть все изменения не уже подкорректировали здесь некоторые эффекты были косячные скажем так но видим они уже все исправили как я посмотрю я играю замаха так что посмотрю самаха что тут вижу сила заклинаний плюс 40 единиц 40 это не 40 это весьма 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 неплохо то есть учитывая что этот весь набор идет для новичков в принципе этот набор может купить и игру который уже играть пару лет в эту игру честно говоря то есть не знаю как и для остальных для магов тут довольно довольно хорошие характеристики костюма то есть защита плюс 900 единиц тоже не весьма неплохая игнор сопротивление 575 неплохо не знаю почему такая цифра тут не 600 не 550 ну ладно не суть дополнительный урон заклинаний три процента внутри один тоже весьма неплохая и самое такое добавочные это крит урон заклинаний плюс 20 процентов критический урон заклинаний плюс 20 процентов это просто дохрена это я не знаю я думаю такой костюм будут брать чародеи то есть допы урон есть крит урон есть то есть чародей набирает вроде бы и крит шанс и крит урон там получается критический урон просто бешеный если еще добавить к этому там добавить в топку там по 1000 грубо говоря зимка кому какого-нибудь там ну средне топового такого если 1000 заколочил 40 то есть 1040 ну все равно это докидывается это весьма 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 неплохой костюмчик даже я немного шатнулся смысле а брать ли мне дальше у нас идет то есть это все насчет костюмчика свои характеристики вы тоже можете посмотреть сравнить может быть даже и кто-то будет менять и себе брать этот по крайней мере из-за характеристик нам пишут обратите внимание выбрать набор характеристик можно только один раз ну да то есть вы бы выбрали характеристику и все то есть вы не можете бегать туда-обратно и костюмчик не может не может служить вам для разных классах классов мир это то есть сегодня вы лучинг завтра и милик мне так не получится так дальше у нас что идет ну да этот костюм нужно стирать как и обычный костюм то есть все понятно и можно как из этого костюма сделать трансфигурацию то есть внешку и принципе все как а как обычный костюм его можно передавать да только до момента его раскрытия скажем так из упаковки вы можете выбрать один из двух вариантов внешнего вида с капюшоном или без на это понятно то есть капюшон можно снять естественно я думаю это буду делать практически все кто будут кто будет использовать внешку этого костюма так у нас имеется белоснежный феник ну короче говоря белолисенок какой-то с длинными длинными ушами кстати вроде бы есть в реальности такой зверек как он называется как он называется не помню вроде бы какой то есть такого только не белый или может быть даже белый есть ну точно знаю что-то подобное есть даже и в реальности принципе не плохой такой зверек я уже посмотрел но пробежимся вкратце о его умениях то есть питомец наносит противнику урон если питомец находится под воздействием хитрость дополнительно прерывает чтение заклинания и прерывает время применения умений противника на 11 процентов чтение 4 секунд я это не понял то есть дополнительно прерывает чтение заклинание и повышает время применения умений противника почему повышает уж понижает повышает моё понижает его понижать наверно время применения противника то есть умели не делил делает как добав кидать скорее всего тут косячно написано потому что как повышает время применения умений противника это зачем ладно союзника окей тут как-то непонятно написано то тут я не понял то ли у них еще не дошли руки до сюда то ли у меня не дошло додумать это от хилл две с половиной тысячи это понятно беженство то есть наносит противнику урон если питомец находится под воздействием хитрость то есть опять какой-то хитрость типа видимо у лисенка есть своя такая скрытая способность которую может себе пробудить обезоруживание противника в течение двух секунд то есть на лесенке срабатывает хитрость эффект и он при этом может противника обезоруживать на 2 секунды та же самая штука творится практически с и с следующим умением это повышает показатель уклонения на 30 процентов в течение 10 секунд то есть повышает показатель уклонения на 30 процентов как он повышает уклонение в чем но видимо шанс наверно уклонения если питомец находит но это больше для скорее всего луков миликов шанс уклонения магов то это особо чем там уклониться то уже с магией так если питомец находится под действием хитрости опять же какую-то хитрость накладывает а где а вот внизу есть хитрость под действием хитрости накладывает эффект немоты на всех противника в радиусе 5 метров в течение двух секунд то есть немота и обезоруж как и как я понимаю можно действовать одновременно даже то есть сначала без оружия потом немоту или постепенно то есть четыре секунды какой-то некий контроль держать тоже весьма неплохо в некоторые моменты и сама хитрость очаровывает против а вот она то есть это активное умение вам есть дается 10 секунд значит на 10 секунд умение питомца получают дополнительные эффекты вот как и тут написано я не срабатывают значит дополнительные эффекты из лисе проворность и пешенство ну в принципе 10 секунд легко хватает я думаю на это все даже если делать какие-то откаты и сразу заюзывать эти два варианта в принципе принципе неплохо вот насчет первого варианта скорее всего насчет или понижает противник или повышает наоборот самого хозяина там было написано хитрость это принципе все на феникса можно экипировать любую экипировку ну это как на любого питомца боевого питомец становится персональным при распаковке это понятное дело также его можно вроде бы до передавать питомцы этого посмотрим феник до феника можно передавать а вот допустим глайдер который тут будет дальше и пугало его их нельзя передавать вот как раз следующий и глайнер который передавать нельзя и он будет на аккаунте то есть его нельзя продать как же так же самое и это пугало глайдер на вид весьма красивый честно говоря просто ну красивенький это подобие красного феникса то есть и по характеристикам они схожи с красным фениксом как писали на форуме не просто люди имеют а админы или кэлы как их кто называет поэтому все вот эти характеристики давайте их покажу они все соответствуют огненному фениксу это у нас получается черный феникс тот огненный или он белый там как-то вроде так назывался характеристики у них одинаково разница идет в цвете давайте пробежимся дальность планирования высокая скорость разворота разгона максимальная имеется реактивный подъем то есть рыбок вверх ну рыбок вверх и на 30 секунд идет восстановление дальше у нас огненный щит это типа не уяс на 4 секунды доху не подъяснил гладер ускоряется на секунды активируется щит ускоряется на 4 ну да некий не у я скажем так к атаке также если использовать любую другую функцию или приземлить приземлиться щит деактивируется то есть исчезнет это понятно глайдер мгновенно перемещается на 20 метров вперед то есть некая ты пышечка у него имеется тоже весьма неплохо отказ 45 секунд воздушные стрелы это стрелами стреляет обрушивать на наземную цель град искр но это понятно это стандартные умения которыми редко кто пользуется имеется дымовая завеса тоже знакомые всем вещь и реактивное топливо которые при использовании повышает скорость глайдера на 30 процентов в течение 30 секунд это уже вы покупаете реактивное топливо и заюзывайте его уже в полете тоже есть на всех лайдерах практически принципе неплохой глайдер то есть для комплекта если в него впихнуть все костюм пет еще ездового сюда бы вложили было бы просто просто было бы шикарно и честно говоря и глайдер за всем по себе довольно симпатичен далее у нас идет то есть оценка произошла окей хорошо глайдер хороший питомец питомец в принципе тоже неплохой если брать на костюм внешка убогая но характеристики характеристики очень хорошие очень поэтому все пока идет хорошо что касается пугало следующий у нас идет пугало пугало охраняет небольшую территорию 8 на 8 зато зато за их установку не нужно платить налог что точно придется по вкусу тем у кого уже много земельных владений предмет персональный купите его можно только один раз для одного аккаунта вне зависимости от количества купленных коллекционные коллекционных изданий задали за не то есть за него также придется платить тоже доп.инфо инфо идет дополнительная информация за него также платить но за него не идет дополнительный налог скажем так если у вас шесть пугал два дома образно выражаясь то вот это пугало на не плюсуется уже получается 6 плюс 28 то есть это уже девятым не считается как она вообще рассчитываться налог будет из него неизвестно скорее всего как как будто у вас было бы только вот это пугало вот так ли будете выплатить народ налог скорее всего так то что точно об этом еще не на форме нигде не отвечали в принципе все ничего об этом не могу больше сказать а передавать то есть передавать тоже до передавать нельзя и продавать и допустим с помощью ну как обычно продают пугало с помощью этих как их там земельные как-то земельные не вовремя как и называется нельзя короче продавать выставать нам выставлять на продажу и место и место с пугалом и само пугало нельзя вот она как то есть купили но только ваша имеется дальше статуя такая интересная скажем так интересно большая или маленького маленькая думаю было бы не интересно что-то среднее бы я посоветовал не сделать установив этого статуи в своем доме вы будете получать получать одну золотую звезду за набранные 500 очков чести кроме того архидна на троне играет музыку статуя можно передать до распаковки окей статуя передавая мы как мы видим передать можно до распаковки и дается задание цен то есть есть ежедневное задание делик вы подходите к этой статуи как я понимаю вы получаете задание c при на набирании 500 очков чести в этот же день автоматически вы получаете золотую звезду это уже идет дополнительной информацией которые скажем так отвечали на форуме то есть именно так и будет дело берете задание выполнили его в течение дня автоматически получили на звезду на следующий день такая же ситуация подходите берет задание получаете 500 очков чести то есть это минимум сколько нужно павел получить и все вы задание сделали получили одну звезду заюзать и получить задание может только хозяин то есть вы поставили то же вы купили или в вас есть такая статуя вы только можете и заюзать никто больше другой не по не может получить это задание вот в принципе и и весь наборчик последнее это было статуя цена его говорил и вы выйдете 2000 кристальчиков это до обновления арки 4 0 она где-то скорее все будет или уже в ноябре в середине или в конце ноября или в начале декабря где-то примерно цифры такие предметы попадают в корзину и вы можете выбрать какому персонажу какой предмет пойдет хотите в этом на одного персонажа глайдер хотите на другого пугало все это вы можете выбрать будет новый сервер как я понимаю то есть они собираются мелок собираются делать новый сервер и зависимости как у них там сложатся карты и звезды если будет новый сервер и можно будет перенести и туда этот наборчик коллекционный но после двух недель только также они об этом и вот написали это в принципе все что хотел сказать и что насчет пугало я не знаю как выпустим на 8 маловато честно говоря я бы сказал поставила бы в отношении всех других минус насчет здесь насчет статуи как ну как доп эффект и одну золотую это довольно мало честно говоря маловато можно было и больше то что тоже не очень как идея норм как халява тоже но где уже это мало это все нужно каждый день заходить то есть это не для всех прям будет шикарно шикарный выбор то есть кто заходит не так часто для них это будет но не так мало мало важно скажем так пугало тоже восемь на восемь у кого есть у них уже куча 24 на 24 или одного хватает вполне восемь на 8 просто ну это не очень вот 16 на 16 хотя бы это уже было бы куда не шло а вот насчет остального я вполне вполне согласен то есть наборчик получаю где-то два из трех если бы выбирать трехбольную шкалу два из трех я ему да а так в принципе все всем спасибо всем пока подписываемся ставим лайки за наборчик думаю думаю то что я приобрету а можно можно приобрести но я скорее всего конечно не буду ну что много у меня в данный момент из-за не из этого вообще имеется похожего в данный момент всем спасибо и все свободы всем пока